да еще раз всем привет всем добрый вечер добрый день или утро в зависимости от того из какой локации вы подключились собственно начинаем традиционную прожарку по четвергам прожарку профилей linkedin мне тут недавно задали вопрос в фейсбуке почему я это делаю каждую неделю если можно условно там один раз прожарить там не знаю x профилей там шесть семь восемь десять профилей и просто по аналогии ну то есть посмотрит видео просто по аналогии сделает то же самое как я рекомендую ну собственно прожарить ну то есть рекомендую изменить профиль да в зависимости от там понятно от сферы от опыта там джун мидл сеньор и прочее прочее там это российский рынок международный рынок или там рынок снг а на самом деле я могу сказать следующее что я когда искал работу сам это было как раз вот примерно год назад я сам ходил на подобные прожарки много в каких телеграм-каналах устраивали подобные прожарки разборы резюме ну и резюме и профили там сопроводительные письма тоже рассматривали я участвовал во всех этих историях везде где только можно я присылал и профили резюме и как раз и не по одному разу потому что я хотел чтобы меня там снова разобрали и на те комментарии которые я получал мне не очень сильно пригодились потому что рассматривали специалисты которые в этом понимают что-то да там либо рекрутеры либо люди которые уже имеют хорошие профили но если мы говорим про профили да только понимает что писать как писать для кого писать и мне кажется это очень ценно в том контексте что понятно у каждого свой профиль каждого своя ситуация у каждого свой опыт кто-то находится в работе кто-то не находится в поиске работы поэтому мое мнение что вот именно прожарка в прямом эфире она универсальна да для многих и цена конкретно для тех людей которые собственно оставляют свои профили да и хотят чтобы их профили разобрали поэтому я буду это делать и дальше мне очень нравится и фидбэк который я получаю и собственно я надеюсь это в любом случае полезно и ну для всех кто присутствует на эфире либо к тех кто будет смотреть записи и поэтому буду это делать и дальше просто потому что мне это самому помогало когда я искал работу вот и все давайте начинать так да все я включаю крутая рубрика продолжай пожалуйста да альбина спасибо спасибо большое это я собственно это это делает а давайте начинать у нас сегодня несколько профилей сейчас я чат наверное отдельно поставлю сюда отдельный экран а вы можете смело задавать вопросы по ходу я буду буду на них отвечать ну то есть когда разберу профиль да или в процессе разбора поэтому можно смело писать любые вопросы которые вас интересуют итак у нас первый илья брин а ну да соответственно по традиции я все профили которые разобрал просто укажу ссылочками в посте и здесь я в линкдин просто обновив пост чтобы увидели такие люди были на разборе и чтобы могли объединяться контактами то есть за натворкаться мне кажется тоже это будет полезно поехали илья брин в чем как раз уникальность профиля в том что да с натворк инженер инженер по электри и электрик короче инженер по электрике looking for new challenge а смотрите я наверное опять же да по традиции разберу первые профили чуть более подробно да и дальше мы как раз пойдем уже наверное быстрее в чем как бы ну то есть первое чтобы осадиться в глаза да то что илья ищет работу это видно и по плашке open to work это видно что и open to work здесь указано но есть какой какой нюанс да соответственно в шапка профиля сейчас начнем непосредственно шапки она очень важна то есть условно если илья а мы видим что илья ищет работу project manager можно просто кликнуть сюда и видеть project manager да причем в израиле конкретно а но при этом у него в шапке профиль нигде это не написано а это плохо то есть даже учитывая опыт ильи опыт работы в сетях там в электронике и прочего прочего то видим что при этом в опыте у него есть project менеджер и координатор проектов да и до этого тоже эти архитектор координатор проектов а при этом именно опыт именно инженерные у него там почти практически пять лет назад очень важно перенести вот эту историю непосредственно из опыта и из плашка open to work в шапку почему объясню это важно потому что бегу что я обязательно сделаю да на следующей неделе пост как выглядит профиль кандидатов с точки зрения рекрутеров ну не в смысле не кандидатов а точка профиль любого человека на линкдин с точки зрения рекрутера вот линкдин рекрутер непосредственно то есть как ищет как происходит поиск могу сразу сказать что поиск происходит в первую очередь по шапке ну соответственно по шапке профиля и по занимаемым должностям и поэтому очень важно понимать что если вы ищете работу открыто скрыто это неважно да например project менеджера как илья это делает и у вас действительно есть позиция project менеджера в газпром нефти или газпром нефть то это нужно обязательно отразить в шапке профиля что там я профессиональный project менеджер или начинающий project менеджер или просто project менеджер не обязательно писать на профессиональный или начинающий а там x лет опыта работы но я бы наверное считал бы с двадцатого года ну то есть получается три года плюс и в таких-то таких-то сферах таких таких-то областях это самое универсальное вот это все то что здесь nokia looking for new challenge в принципе можно оставить хотя как бы зачем если есть open to work ну явно что человек ищет работу nokia looking for challenge можно оставить а вот это точно убрать заменить на project менеджера а что еще важно по фотографии ну в целом фотография ок она немного размыта я так понимаю наверное не очень хорошо либо это linkedin сужают либо это такого качества а в целом фотография ок я говорю опять же на мой взгляд не хватает небольшой улыбки бэкграунд я бы добавил и очень важно также сказать что если я ищет соответственно позиция project менеджера в израиле да а то я бы указал бы еще и локацию например тель-авив ну или там любой другой город в израиле это это кратно повысит собственно в профиле собственно в его повысят в поиске его профиль повысит отранжирует непосредственно в поиске а что еще бы поменял профиль двуязычный соответственно причем я так вижу но судя опять же по шапке что русский английский да это ну хотя вот здесь на русском здесь на английском я бы рекомендовал следующее что опять же если вы ищете позиции за рубежом я рекомендую оставлять один язык английский он универсальный он всеми понимаем его все читают понимаете более любые рекрутеры поэтому я советую оставить только один язык у меня есть статья на эту тему вы можете зайти в мой профиль ну или в телеграм-канале как оставить русский язык даже если у вас получали например русский как оставить один английский макси спрашивает если рассматриваешь новую должность которой нет опыта стоит писать шапки смотрите ну как бы если вы джун который да переходите из одной сферы в другую и ищите именно позицию ну там не знаю вы работали не знаю дизайнером хотите там уйти в маркетинг да например условно говорю то да то да это нужно потому что в том числе как раз поиск идет непосредственно по шапке для рекрутеров российских компаний тоже предпочтительно английском языке ставить профиль да предпочтительно английском потому что рекрутер российский прекрасно понимает россии русский язык и здесь собственно здесь ну не будет никаких проблем я проверял я узнавал это сто процентов другой вопрос что если вы ищете только ну то есть вообще в исходя из вашей карьерной цели вы намерены искать работу на российском рынке либо на там другом русскоговорящем рынке то в целом одного профиля на одном ну собственно на русском языке будет более чем достаточно поэтому это как бы тоже важно понимать если вы ищете только на российском рынке русского профиля достаточно если вы рассматриваете собственно когда-либо перебраться за рубеж либо сейчас ищите работу за рубежом то нужно делать на английском сразу чтобы не париться а лентин меняет аватар до размера 800 на весе ответ 110 калабайт прошу свою фотку за оптимизировал с помощью этого знания сквош сервис помощь давид спасибо большое а до лентин набралась на на провозе ки хайпа линз а ну да насколько уместно ли не уместно используется аватарка изгенерирована нейросетью смотрите хороший вопрос я тестировал фотографии есть сервисы которые позволяют тестировать фотографии то есть условно как происходит ассоциация непосредственно вашего фото ну например в линкдин или там в резюме да или там не знаю может другой любой соц сети с вашей должностью то есть условно указывается должность не знаю project manager и фотка без и без имен без там явок паролей тому подобное и живые люди просто оценивают по там десятибалльной шкале насколько релевантно вот фотографии сгенерированные сеткой плохо воспринимаются ну то есть с точки зрения профессионала рекрутера да говорим что это профессионалы воспринимается плохо ну то есть эта картинка это как мультик да опять же нужно понимать что если вы эту фотографию оставляете в каком фейсбуке в инстаграме и так далее пожалуйста вообще без проблем если вы оставляете хотите использовать вот эту фотографию сгенерированной соцсети ну то есть да вот этот мультяшную фотографию а то не надо так делать это не для линкдина не для резюме сто процентов картинка на бэкграунде на бэкграунде шапки имеет какое значение бэкграунд в ну шапка это вот это headline а бэкграунд а на бэкграунде в целом вы имеете ввиду на самом деле это не имеет какого-то значения это просто ну как бы подсвечивает вас с определенной стороны то есть например можно указать еще раз вашу позицию можно указать email можно просто загрузить любую картинку или кратко рассказать о себе чем вы занимаетесь не знаю там front-end developer 5 плюс лет опыта работы до email например многие так делают в целом это как бы воспринимается ок какой-то смысловой нагрузки кроме оповещения это не несет поэтому в целом окей шапку разобрали фото разобрали пойдемте дальше about project management два года смотрите тут такой момент я конечно не знаю как считается за два года 30 проектов я просто работал свое время когда проекты ну еще там по водопаду занимали там год полтора там девять месяцев полгода и за два года реализовать 30 проектов ну опять же да смотря какие проекты но в целом то есть это 15 проектов в год это больше чем один проект в месяц ну условно да там понятно что нельзя вести параллельно больше не знаю там трех проектов конечно зависимости от масштаба от ваших скиллов но как бы я за два года 30 проектов поэтому окей технический специалист полтора года координат 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 работы технических эти специалистов электричество supply design 9 лет более 40 проектов опять же я бы наверное сфокусировался бы на в первую очередь на том что ищите сейчас то есть если мы говорим про about а в целом да как некую саму презентацию то есть если вы ищете позицию например как или как илья да извиняюсь ищет позицию project менеджера говорите в чем вы крутой как project менеджер про бэгра про опыт можно рассказать целом да какие-то увлечения можно про скиллы тоже можно на фокусе фокус должен быть непосредственно на опыте я project менеджер там два или там три года ну если с координатором вот как у лима посмотрели собственно три года опыта работы реализовато какие-то проекты название проектов что за проекты какие-то достижения количественные качественные результаты ну любой project меня поймет собственно и дальше какие-то скиллы в чем чем вы крутые да и например можно повторить спокойно email ну вот собственно да если здесь нету да можно продублировать email в в разделе about пойдемте дальше активность сегодня не рассматриваем давайте рассмотрим непосредственно опыт потому что это в любом случае отражает том числе то что написано в резюме я встречал например другую ситуацию когда в резюме все описано прям идеально и достижения и краткой компании обязанности да все это еще помещается на одной странице ну или там на двух да все круто а в linkedin прям плохо написано поэтому я считаю что все таки должно быть какое-то единообразие многие считают что linkedin это не не равно резюме я считаю что отчасти потому что все таки в linkedin можно нужно писать больше да чем ну опять же только-только те вещи которые соотносятся с вашим опытом естественно да но в резюме наоборот должна быть краткая выжимка поэтому в linkedin можно писать больше как я говорю говорить linkedin стерпит все поэтому не стесняйтесь писать непосредственно по опыту management of organization project in it infrastructure явно это перевод наверное с российского что я рекомендую использовать используйте это опять же касается резюме и так далее используйте глаголы что лично вы сделали как специалист на работе внедрил управлял а и тому подобное это касается обязанности есть два варианта повторял это много раз повторю еще раз есть два варианта как можно описывать свой ну собственно непосредственно то что вы делали на там любом месте работы последним не последним не важно можно описать обязанности через достижения то есть я сделал а за счет этого получил c да там сделал а за счет б получил результат в виде c да вот это там или там xyz неважно как она называется а либо как я например использую у меня так в профиле так и в резюме собственно указано это некие обязанности что я управлял не знаю там пятью проектами за все время управлял командой строка человек управлял там не знаю двумя подрядчиками реализовывал такие-таки то проекты внедрил такие-таки то истории да бизнес процессы там не знаю оптимизированы ли процесс работы команды а к чему это вылилось то есть мы там снизили какие-то метрики увеличили производительность уменьшили там маркет повысили там скорость работы команды и тому подобное либо там заработали денег для компании то есть я оставляю к того что мы отдельно пишем обязанности отдельное достижение я говорю опять же кто-то либо через обязанности через достижение либо обязанности достижения отдельно я за второе собственно здесь как раз указано да defining creating participating forming и так далее то еще важно тоже понимать что если вы описываете процесс то можно использовать continuous ну то есть нас либо настоящее время либо present continuous например как participating forming defining и так далее сейчас мы про английский язык говорим а если вы используете ну то есть вы завершили уже задачу как например имплемент да в прошедшем времени то указывайте естественно прошедшее во во всех предыдущих местах работы не текущих естественно нужно указывать только прошедшее время а но это логично потому что вы уже там не делаете на ничего вы завершили там работу когда-то там давно поэтому что здесь опять же да ну понятно что любой project управляет бюджетами рисками задачами соответственно там репортинг делает репортинг и тому подобное чуть больше мяса да хочется что за проекты понятно их количество указано размер команды кто входит в команду какие результаты тому подобное я бы здесь вот это именно переписал а дальше собственно как раз project координатор странно что здесь не потянулось одно и то же название а по идее как бы если на название одной и той же компании и собственно как бы совпадают периоды ну то есть период работы один за другим идет то это должно объединиться я бы еще раз вбил посмотрел наверное какой-то глюк собственно получается что два три года назад да илья начал как координатор проектов доросла project менеджер за 8 месяцев круто круто здесь это тоже лучше переписать хотя бы очень кратко а дальше ну и собственно здесь вообще так поймаю одно и то же да прям копипаст вот вот это такое лучше не делать и и здесь просто тоже очень похоже ну да чуть меньше букв но тем не менее вот это лучше не делать как бы я сторонник того что если что-то делаете делайте но максимально качественно конечно на там отвали делать я не рекомендую лучше делать не делать никак чем чем делать плохо мое мнение такое опять же да как бы возможны варианты мы здесь разбираем профили но я бы на в любом случае это обратил бы внимание дизайнеров electricity network с онлайн project окей хорошо но опять же это опыт старый это опыт нерелевантный опять же очень интересен переход из дизайнера электристи network в айти архитектора а потом в координатора проектов прям очень интересный опыт как как это происходит ну то здесь я бы все-таки четко поработал бы над неким ну позиционирование понятно project manager на неким карьерным треком чтобы это выглядело опять же ну можно писал что затерки в айти архитектора пойти мне кажется те архитектор это такая более ну как бы техническая работа чем координата проектов опять же смотря какая сфера ну я бы чуть чуть более детально это раскрыл дальше название вуза на русском хотя профиль английский да вот это тоже нужно убирать вот эти аббревиатуры убирать полное название вуза диплом специалиста по инженерной специальности инженерное дело на английском мастерс дигри и не как бы не выпендривайтесь а скиллы окей хорошо 18 скиллов в целом хорошо на английском ну вот на русском есть координация проекта формирования команды я советую скиллы вот скиллы сто процентов лучше сразу писать на английском непосредственно что я бы добавил рекомендации сто процентов лицензии сертификата если есть курсы и в любом случае можно добавить раздел проекта и все проекты описать в разделе соответствующем разделе а вот интересы science education хорошо но как бы нужно 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 доработать сто процентов профиль будет выглядеть гораздо лучше если поработать шапкой с обау с опытом с языком профиля ну естественно понятно там прокачать ссси но это как бы уже за рамками окей поехали дальше профиль не закрываю собственно дальше андрей лугутенков айти консультант айти сервис менеджер бизнес процесс менеджер хорошо давайте смотреть тоже профиль двуязычный но я смотрю на английском языке поехали фотография хорошая профессиональная но не хватает улыбки слишком слишком серьезно практически как фото на паспорт поэтому ок но опять же улыбка делает профиль только лучше а стамбул турция хорошо инфо бэкграунд опять же сказали я рекомендую все добавить about ну то есть любую картинку либо там опять же картинку может быть с позицией шапка давайте посмотрим айти консультант сервис менеджер бизнес процесс менеджер сервис delivery менеджер литов эти сервис информация процесс аналиск это в сервис деск опять же как бы здесь нужно смотреть андрей находится в поиске работы ли не находится и я призываю опять же что сделать так чтобы у вас та шапка а в про те позиции которые вы указываете в профиле были ну релевантные опять же тем позициям которые вы отразили ниже то есть условно если вы пишете там были про не знаю там айти консультант или там айти сервис delivery менеджер да а в нет соответствующей позиции в опыте ну или наоборот а вы пишете что-то в опыте но шапки указываете другое вот как ульги было да собственно то как бы это это не есть гуд должно быть соответствие да и опыта и шапки это это непосредственно важно а что про опыт да у нас тисера практикующий консультант в айти сервис менеджменте 10 лет он проработает 15 лет войти вот это я бы написал да что у вас 10 лет опыта в практике ну овером не нужно 10 лет на релевантной позиции это важно а топ-10 russian bank в целом хорошо написано цифры есть я бы может быть разделил бы чуть больше на больше абзацев дело чтобы читалось в целом хорошо написано сертификаты айти лэксперт айти лв4 менеджинг профессионал круто круто best practices все хорошо на самом деле написано хорошо все здорово я бы может быть добавил бы email ну просто как контакт надо на всякий случай просто как продублировал бы и в целом гуд в таком виде можно оставлять сто процентов дальше айти информейшн айти сервис деск деливери операционные таски в саб-центре все круто я так понимаю наверное опыт везде так написан да опять же что я бы отдельно выделил процессные истории до тех стейки фрейм непосредственно да и там power bi сервис дески наумен и прочее прочее сап-клауд это хорошо достижение собственно в чем непосредственно выражаются ваши результаты на текущем месте работы да этот это тоже непосредственно важно будет ли доступна запись стрима до доступна где запись будет доступна на моем youtube канале могу показать скинуть ссылочку непосредственно вот иван даронин один на могу могу скинуть по моему и так будет здесь непосредственно будет здесь у меня выложено видео я буду выкладывать все видео сюда просто чтобы они были доступны для записи всегда можно было посмотреть хорошо собственно что не хватает непосредственно у андрея у андрея не хватает достижений это очень важно понимать процессы хорошо 10 специалистов сап-клауд то что указано опять же стейки ну там тех стейки опять же там фреймворки понятно у каждого свои какие-то доменные истории это гуд это хорошо но опять же собственно достижения очень-очень важны и опять же как я призываю лучше делать упор на последние шесть там пять-шесть лет работы ну или в данном случае как андрея это последние два места работы то есть это солым петролиум и айтека непосредственно остальное можно описывать очень кратко без достижений это будет более чем достаточно университет образования мастеров инжиниринг окей я бы просто был мастерс дегри но хорошо лицензии сертификаты тоже хорошо я бы указал бы еще ссылочки наверняка есть какие-то электронные копии возможно сертификатов далее может быть физические копии не знаю фотографии да и есть лайфхак вы можете когда добавляете любую лицензию сертификат там можно указать ссылку на сертификат например если этой ссылки нету у вас но если не знаю там на сайте да там ну там удостоверяющего центра или кому-нибудь еще то можно просто сфоткать сам сертификат выложить какой-нибудь google диск расшарить эту ссылку и указать ссылку здесь непосредственно указать будет очень красивый кнопочка перейдя на который вы будете видеть ваши сертификаты скиллы 19 скиллов целом ок но я говорю максимально 50 собственно смело добавляйте до 50 не 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 переживайте курсы то что указано хорошо проекты хорошо вот как раз пример до заполненных с проектами кстати такой тоже важный момент я бы по проектам указывал бы краткое описание цели проекта и результаты да опять же если не попадает под индии это не разглашает там какую-то коммерческую тайну есть это применимо в публиковать в линкдин вообще в публичном поле это хорошо еще кстати есть есть какие-то результаты проектов там какие-то сайты или может быть там сми писали можно тоже указать ссылочку и тогда будет ссылочка как раз на сам проект языки все хорошо рекомендации а в целом я говорю профиль хороший круто чуть доработать опять же достижения попросить рекомендации это очень-очень важно это реально повысит профиль в ну делает более более полноценным и расширять сеть контактов 124 контакта хорошо но это мало 500 плюс 1000 там to infinity and beyond как говорится в бесконечность можно уходить можно и нужно уходить good тогда пойдемте дальше собственно профиль я опять же не закрываю потом укажу пишут пишут ольга уфимцева тоже я взял профиль те люди которые в самом начале писали в самом конце из линкдина из телеграмма ну и по серединке еще тоже рандом на выбрал на самом деле очень просто у ольги профиль видимо только 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 создан да good хорошо ну то есть из давайте разберем то то что есть фотография хорошая профессиональная взгляд в камеру и улыбка будут еще лучше на андрей пожалуйста приходите еще а бэкграунд здесь кстати тоже хороший пример что можно на бэкграунд повесить либо логотип компании либо например какой-то слоган компании не знаю там цель миссию еще что-то это воспринимается рекрутерами тоже узнавал положительно то есть вы таким образом показываете лояльность компании что вы лояльный сотрудник да ну понятно что как бы вы смотрите какие-то вакансии возможно снаружи но тем не менее вы лояльным компанией пока пока там работаете поэтому это в целом тоже как вариант того что можно поставить в качестве бэкграунда профиль новый стамбул 9 9 контактов генеральный директор хомстер ничего нету никаких разделов нету зато есть найм какой-то вага не знаю это видимо да на португальском в бразилии собственно уже идет найм хорошо гуд но тут разбирать особо нечего поэтому в целом добавляйте профиль добавляйте разделы например профиль я скажу какие разделы основные являются основными разделами является about является профессиональный опыт professional experience является образование education не путать с курсами не путать с лицензиями сертификатами и наверное из такого все рекомендации по-моему это опционально вот эти три должно быть три должно быть должно быть шапка заполнена должна быть локация и таким образом это некая некая база да некий минимум который должен быть в любом профиле человека который себя хочет как-то пристанировать в линкдин здесь пока нет ничего поэтому очень быстро пропускаем на каждой странице будет открыть сообщение вероника вот эти рекрутер дубай круто-круто собственно топ селекшен специалист по документации да эти рекрутер полтора полтора года опыта хорошо что здесь фотография крутая да хорошая профессиональная но я бы наверное что я рекомендовал есть фотографии да сделанный в пуховиках или наоборот шортах майках и тому подобное я бы все-таки придерживался бы того стиля ну обычно там в котором приходится вы выходили в офис да или выходите в офис да поэтому я думаю что в каком деловой костюм да ну или там опять же пиджак опять же зависит очень сильно от профессии что если например вы человек творческой профессии да не знаю дизайнер там 3d художник еще кто-то то я предлагаю использовать ну именно деловой стиль да профессиональное фото и деловой стиль опять же можно лицо либо по грудь улыбка это очень очень ну это будет более чем достаточно целом я бы фото ну я бы я бы поменял бы сделал бы то же самое только в такой более как бы офисном пространстве но опять же это уже как бы специфика не специфика может быть я продираюсь но тем не менее исходя из своего опыта бэкграунд опять же здесь пример собственно самой компании да top selection круто круто дубай не знаю находится ли вероника в дубае здесь локации никакой нету компании хотя можно например зайти в профиль и посмотреть где непосредственно располагаются в аталине эстония окей хорошо ну давайте дальше что здесь опять нет опять же раздел about about очень очень важен поэтому сто процентов нужно добавлять тем более крутеру которых линкдин является одним из основных инструментов да поэтому сто процентов нужно добавлять активность есть сейчас линкдин блочит профиль есть локации отличаются указанных профилей а смотрите это и депенс это зависит от профиля а в основном блочит я замечал у новых профилей то есть условно есть вы зарегистрированы давно да у вас есть какая-то активность какое-то количество контактов да и например вы заходите там через vpn либо там я не знаю там ну вот я сидел из москвы а у меня локация дубай стояла да или там лимасол например да то меня не блокировали меня блокировали только за то что я открывал много профиля единовременно линкдин это чекает точнее это алгоритм чекает и как бы блочит вас таким образом как бы ставя непосредственно место про то что вы говорили да я слышал что про указанные локации опять же линкдин это делает на основе того что сильно отличаются айпишники что у вас одна локация айпишник другой локации и линкдин думает что вас заблокировали и они заблокировали извиняюсь взломали да и таким образом предварительно блокирует время на профиль и просит например вас отправить какой-то устроение личности например паспорт или права нашего сейлза b2b-компания за ваниль ему пришлось поддержкой связываться да ну собственно опять же там нужно понимать там когда блокируют всегда указывают причину собственно да причина видимо как раз вот эти разные локации опять же отправляется подтверждение ну до старения личности и все это разблокирует опять же ну исходя из своего опыта не исключаю да что такое может быть надо быть аккуратнее но тем не менее как бы в любом случае эти истории они возможно когда вы подключаетесь за одной локации оставите локацию другую окей хорошо про опыт опять же профиль одноязычный опять же нужно фокусироваться на рынок на того человека с которыми вы хотите общаться ну то есть кому хотите привлекать в профиль да это либо рекрутеры международные российские там русскоговорящие и прочее прочее да но то же самое касается если вы рекрутер хотите привлекать ваш профиль наоборот специалистов которые ищут работу да что гуд что вот здесь ну да позиция новая месяц назад занята но тем не менее все таки пару слов каких-то обязанностей я бы описал а ключевая роль компании основные задачи в работе был опыт кадром детства обязанности входило достаточно мне кажется немного сухо написано как некая трудовая инструкция опять же да с какими профилями работали да с понятно сайта хру хабар сайт компании телеграм-каналы кого нанимали сколько в какому сколько у вас циклов закрытия позиции было ну сколько закрытых позиции было и так далее так далее хотелось бы все таки чуть больше цифр да и опять же может быть формате как бы обязанности достижения специалист по документации я бы это убрал специалист по документации но либо убрал бы либо тоже какой-то там я не знаю там офис менеджер поставил специалист по документации звучит мне кажется немного немного странные специалист по закупкам если вы делали документацию для заявок на различные конкурсы тендеров и специалист по закупкам ну или категорийный менеджер ну опять же там в зависимости от позиции гейкбрэйн с повышением квалификации управления персоналом окей хорошо степень макалавра а хорошо гуд технологии для рекрутеров это прям курс был технологии рекруткач там до рекрутач извините я там делал эфир даже разбирал профили рекрутеров приложите сертификат если это применимо блоки на прочитайте первый абзац ну я сейчас читать не буду достаточно много я прочитаю наверное в конце а важно ли поддерживать раздел activity смотрите раздел activity поддерживается сам за счет вашей активности то есть за счет лайков комментариев прочего прочего поэтому активность поддерживать важно это влияет непосредственно ваш индекс социальной активности тот простовутый ssi про который все пишут и я писал и многие пишут тому подобное что же касается вероники опять же я бы вот этот раздел бы доработал определился с языком бы либо при обуви все на английский либо оставил только на русском добавил бы описание последнее место работы это это ок странно что гейкбрэйнс не подтягивается название вуза я бы проверил скиллов но опять же скиллы можно оставить я бы точно бы добавил рекомендации о это круто есть одна рекомендация свежая еще парочку я рекомендую получить две-три рекомендации почему три потому что первые три как раз они появляются непосредственно в отображаются непосредственно в странице есть раздел с публикациями круто есть ссылка на сами публикации причем ссылка на google drive я так понимаю это pdf да круто вот это круто сделано а языки все сделано опять же чуть доработать и развивать сеть контактов для рекрутера это тоже очень 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 важно поехали дальше python разработчик катерина волкович а да сейчас евгений пишет возможно ли как-то убрать баннер хуис харинг он linkedin убрать баннер вы имеете дух баннер рекрутера который нанимает вот это харинг фиолетовый по моему дал граники на вероники нет вот такой вот такой баннер в мете виду в которой на напишите пожалуйста справа баннер справа баннер вот этот вы имеете ввиду нет вот этот вот этот с двумя с двумя девушками немного не понимал можете скриншот представьте о чем евгений вы говорите но просто чтобы я понимал каком баннере поехали дальше тогда катерина волкович поэтому разработчик смотрите пример фото я бы это фото не использовал потому что вероника да пожалуйста без проблем я бы это фото не использовал потому что первых она ну как минимум либо либо кропнул бы да не видно лица опять же фото немного мутная опять же это это лайфстайл да сделал бы ну это это или просто фото наложили на фон какой интересный более профессиональное фото 100 процентов сделает вас только заметнее но об этом я уже говорил по это ну опять же да python разработчик не девелопер looking for job то есть вы пишете на английском что вы looking for job но при этом разработчик пишите на русском ну опять же и дальше в поиске работы что такое информейшн программер айти программист здесь а кстати вот этот баннер сиху из халлингом linkedin нет не знаю не знаю как его убрать возможно каким-нибудь блокиратором рекламы вот этот баннер не знаю как убрать он тоже у меня постоянно поэтому собственно как как убрать не подскажу а open to work смотрите тоже очень важно понимать сейчас посмотрим наверно это новичок да бухгалтер бюджетная организация поэтому разработчик ну как пример да человек работал в бухгалтерии я так наверное долгое время решил переквалифицироваться стать пайтон разработчиком хорошо good ищет работу хорошо опять же джун что я бы точно бы сделал бы как любой профиль джуна если вы учитесь на в курсах там айти вот это верон оставляйте опишите чему вы учились какие вы какие у вас были приметные области какие фреймворки там я не знаю еще 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 ну то есть просто можно как раз непосредственно описание курса все добавить в контексте чему вы научились вот с июня по октябрь за пять месяцев дальше здесь все на английский перевести а здесь тоже указать python developer локации хорошо оставить если вы ищите в минске непосредственно это ок дальше ну то есть вот это все чтобы open to work и здесь было консистентно а бухгалтер опять же можете указать что вы были бухгалтером да но я бы наверное не стал бы а укажите что вы чем вы занимались непосредственно курсах потому что профиль джуна чем отличается от профиля человека который давно работает по специальности да имеет какой-то опыт там 3 5 7 10 там и так далее лет а это то что нужно писать именно в либо в через в разрезе непосредственно тех вещей которые вы получили в онлайн школе ну любом любых курсах или онлайн или оффлайн неважно любой школе которая вас привела к разработке на питону а к профессии python разработчик поэтому девелопер и это важно и возможно какие-то стажировки возможно какие-то вы делали проекты ссылку на гид нужно разместить и ваш профиль должен опять же говорить почему вас должны взять непосредственно разработчиком понятно что вы новичок но тем не менее да какая-то ссылочка еще на овервью есть ну вот да ссылка на github это хорошо можно добавить в contact info еще обязательно добавьте about чему вы научились на курсах почему вы пошли в питон на разработку что вас побудило да непосредственно скажите о мотивации потому что для новичка очень важно рассказывать о своей мотивации за профессионала за чек с опытом говорят его компании ну понятно его проекты его резюме его цифры и так далее пока вам не нечем хвастаться до говорить о том что ваши мотивации почему вы пошли именно на эту позицию скиллы окей хорошо всего пять скиллов можно можно и нужно добавить а еще что я тоже очень рекомендую пока вы учитесь на курсах получите рекомендацию рекомендацию вашего куратора вашего преподавателя у людей с которыми вместе с вами учиться да таким образом вы делаете ваш профиль лучше богаче и сто процентов сильнее собственно бухгалтер я бы наверное убрал бы ну либо опять же показал как то что опыт что у вас есть да потому что чем фишка еще что вот вы указали бухгалтер не указали время работы и у вас в шапку в на первый экран вашего профиля подтягивается бюджетная организация что за организация какая бюджетная ну то есть и добавьте раздел с образованием с сертификатами укажите ваше ваше высшее образование даже есть она не по специальности все равно это важно и это нужно сделать поехали дальше анна извините если неправильно говорю фамилию фронт-энд-девелопер джаваскрипт реакт джесс редакт джесс ноут джесс css html круто круто да северная каролина united states ну вот я думаю уже уже это о многом говорит хорошо да интересный профиль давайте смотреть фото крутое взгляд в камеру улыбка круто здорово то что на пина собственно используйте бэкграунд здорово for the developer my family веб-девелопинг traveling world traveling balance html и так далее на финге the impossible круто круто то есть вы в коде еще писали некую краткую самопрезентацию это круто это оригинально это реально реально здорово северная каролина сша здорово контакт инфо даже веб-сайт есть не будем заходить сейчас количество контактов что я бы сделал 460 это много это хорошо но нет проделал совершенством смело добивайте до 500 контактов у вас будет 500 плюс как я уже сказал дальше просто линкдин не считает что опять же хорошо да то что у вас есть раздел в избранная избранная кстати это ну или фичер по-английски это очень крутой раздел где вы можете указать ваше портфолио вы можете закрепить ваши посты ссылки на видео ссылки на гид ссылки там я не знаю фотографии добавить примеры работы тому подобное то что вот у анны закреплен как раз непосредственно портфолио это к моей виде сайта да и ссылка на на гид это очень круто это прям прям здорово прям респектус прям реально этого видно что чек заморочился да и потратил время на собственно добавление вот этих ну собственно разделов давали не этого раздела да и двух ссылок about очень круто сразу привлекает внимание как раз описание вот это через эмодзи а что опять же хорошо собственно я бы еще да в шапке мы непосредственно в about бы добавивший количество лет опыта работы а я так мимо вы начинающий да специалист да тогда не надо беру свои слова назад тогда не надо добавлять если вы в джун да говорите про мотивацию passionate about my business i started learning to code was meant in love круто круто сразу влюбились в код как только начали изучать javascript react здорово описано очень хорошо описано прям вот с точки зрения мотивации крутой пример как это нужно делать да собственно коммуникейт тех стек здорово а вторая створка то я не планирую накрываю визу спонсоршип круто что написали что у вас есть разрешение на работу и вам не требуется виза а и кратко хобби work life work life balance посетили 18 стран круто любите путешествовать но об этом вы написали как раз в непосредственно тоже в баннере крутой пример крутого about очки здорово а дальше фронт-эн-тевелопер working on a nation фриланс в project кстати я рекомендую следующего фриланс вы когда добавитесь есть картинка можете для того чтобы здесь подтянулась ну собственно картинка там выбирайте фриланс есть фриланс непосредственно там с красивой картинкой будет лучше смотреться но это как бы такие нюансы но тем не менее как бы дьявол дьявол все равно в деталях а что хорошо working когда вы пишете range of freelance в project укажите цифру цифра всегда будет лучше раньше это сколько 1 2 22 ну и так далее да напишите там 10 плюс там 5 плюс и так далее да не обязательно указывать точную цифру можно указать порядок да опять же указывайте есть это можно на чем вы работали опять же да если если это применимо на чем вы работали в можно еще раз продублировать хотя нет лучше ссылку на гид не надо не дублировать это здесь достаточно потому что все равно не крикабельный будет а чуть больше раскройте о себе да все таки за девять месяцев я думаю что можно описать чуть больше хотя бы там пять шесть строчек что непосредственно вы делаете сейчас а дальше очень показательный пример как раз это карьер брейк перерыв карьере а ухаживание за за ребенком я так понимаю проводят суппорте husband's business это круто это здорово то что те причины которые вы здесь указали здорово иммиграция релокация помощь ухода ну собственно были семьей помогали мужу с супругу с бизнесом это круто это реально как бы смотрится в любом случае позитивно опять же такие примеры либо самообразование вы можете также указать как рекомендация да что вы а вы указали до этих эксклюзов о taking several long courses including айти я бы это сделал бы отдельным абзацом потому что здесь вы пишете про семью а здесь непосредственно про самообразование как бы это очень хорошая причина то что вы укажете за кем-то за родственниками ну или там за своей семьей воспитываете детей вы занимаетесь своим бизнесом вы не знаю обучаетесь да меняете профессию релокации и так далее это это одни из самых лучших примеров как обосновать непосредственно перерыв карьеры карьер break чтобы мне задавали что вы делали вот там ноября 19 по июль 22 да вот эти там 200 больше чем 20 года окей альянс собственно руководитель департамента ассистент руководитель департамента класса специалист крутая карьера здорово я понимаю что это не реалимантно тому что вы делаете сейчас да как джун непосредственно фронт-энд-девелопер я бы кратко описал что непосредственно мы делали какими какие у вас были обязанности хотя бы три-четыре строчки на каждое место работы это будет это будет здорово а дальше смотрим что образование по образованию мами хорошо кстати здесь подтягивается не подтягивается что я бы еще бы сделал udemy как онлайн курсы ну как площадка площадка с онлайн курсами я бы это добавил все-таки лицензии сертификаты да вы как раз можете приложить и ваш там ссылку да ссылку на ссылку на полученный сертификат в том числе как бы я думаю любом случае это будет будет релевантно тем более у вас как бы 22 курса то что у вас есть пройдены курсы на линкдин это а вы здесь вы здесь уже указали да тогда здесь можете удалять ну чтоб не нужно дублировать здесь можете смело удалять в образовании в курсах это более чем значит скиллы круто 48 скиллов вообще шикардос вообще респект очень круто добили до конца языки круто опять же есть 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 это применимо и вы работаете сейчас как фриланс специалист фриланс разработчик попросите у ваших клиентов чтобы они вам написали там пару отзывов в линкдин это только усилит ваш профиль это будет очень круто и сделает вас профессионально ваш профиль более профессиональным сделает а чтобы я бы добавил ну помимо того что я уже сказал возможно есть какой-то волонтерский опыт можно добавить опять же возможно какие-то публикации если это есть но это уже детали в целом как бы все круто рекомендации добавьте и в основном все круто так держать и расширяйте сеть контактов крутой профиль очень рад за вас непосредственно так написали вопрос если меняешь роли с дата аналитика на дата сиентиста то стоит в опыте писать дата сиентист от фриланс и писать свой pet project да стоит почему бы нет зато аналитик на дата сиентиста это как бы одну одна область это это нормально поэтому если вы дата сиентистом работали как как фриланс специалист то да да нужно а стоит ли в шапке писать свои года опыта работа в дата аналитики если претендуешь на дата сиентиста все-таки близкие сферы я бы написал я бы объединил бы все-таки что вы специалистом с x опыта работ в data analytics в data в data science и прочее-прочее. Поэтому как бы это в смежной области я бы указал. Если я принимаю участие в open-source проекте, например, Contribution в Linux, то это указывать Experience отдельным пунктом. Смотрите, если вы... Тут такой нюанс. Я бы, наверное, указал, что, опять же, в зависимости от того, что если вы получаете за это деньги, это ваша одна из основных специальностей, либо основная, то, конечно, нужно указывать в опыте. Если это ваш некий волонтерский проект, то нужно указывать в разделе волонтерства. Все очень просто. Можно ли писать фриланс или лучше оставить только фриланс? Я бы оставил фриланс, либо работа на себя, self-employed, либо какую-то специальность. Не специальность. Я бы оставил, наверное, фриланс. Так более. Понятно. Добрый вечер. Хотел бы узнать вам на ревью профиль. Можно попасть только рандомно. Да, я выбираю профили, собственно, исходя из тех комментариев, которые вы оставляете. Можете написать мне личное сообщение, но, опять же, это чисто такая, просто некая такая подсветка профиля, но, опять же, без каких-либо гарантий, что я возьму его на разбор. А если я пока не работал на фрилансе, есть только pet projects. Указывайте стажировку. Управьте стажировку, что вы находитесь на стажировке. Собственно, pet projects. Как бы это указать? Там просто, когда вы указываете профессиональный опыт, то хороший вопрос, как указать, что вы работаете на себя, что есть pet projects. Хороший момент. Это хороший момент. Давайте, наверное, это я, наверное, пойду уточню. Там нужно посмотреть в профессиональном опыте, можно ли указывать непосредственно работу. Там точно можно указывать работу на себя, можно указывать именно в стажировке, но есть это не фриланс, а есть только pet projects. В проектах можно это указать, но это не видно. В первую очередь опыт. Давайте я посмотрю, что можно указать в опыте. Обычно указывает непосредственно фриланс, как и пишут работу на себя. Дальше перечитайте pet projects. Но это первое, что приходит в голову. Дальше нужно чуть-чуть глубже копнуть. Окей, поехали дальше. Людмила, T-бизнес-аналитик, 5 лет опыта работы. Здесь у нас, о да, крутая история. Еще тоже такой момент, если вы видите вот такую фиолетовую рамочку, то, сейчас перезагружу профиль, это значит, что есть видео-визитка. Видео-визитка загружается только с мобильного приложения. Через веб его не загрузить. Ну, если есть видео-визитка, это очень круто. Это сразу вас выделяет. Также среди других. T-бизнес-аналитик, 5 лет опыта работы. Банки, ну, можно банкинг написать, а не банкинг, финтех, секьюрити, телеком, CRM. Круто, круто. Шапка хорошая. Фотография хорошая. Бэкграунд круто. 500 плюс контактов, доберисье. Здорово. About. About краткий, в целом все по делу, документация. Wiki Confluence, я бы все это, наверное, объединил бы, как некие там скиллы, либо предметные области, либо там тузы, с которыми работаете, как, например, там BPN, или Anno Tuz, там типа Vizio и прочее-прочее. А в целом бы я рассказал бы немного о ваших достижениях. About хороший, структурировано, это здорово. Опять же, чуть больше о проектах, чуть больше о ваших достижениях как специалисты, как профессионали. А как скачать приложение на Ref.iPhone? Мой друг, там Саша Якулев, тоже недавно, ну как, в прошлом году, писал пост, это там нужно менять локацию, создавать Apple ID другой страны, меняете, а локацию заходите по другим Apple ID и скачиваете приложение. Тут вариантов немного. Есть инструкция, легко гуглиться, либо можно, опять же, там у Саши Якулева, я могу просто потом скинуть в комментарии в Telegram-канале ссылку на сам пост. Там говорится именно как раз о смене учетки. Возвращаясь к About, все хорошо, я бы добавил бы, опять же, достижения, мне их хватает. Круто, что есть сертификаты, опять же, в избранном сертификаты, Advanced Business Analysis, это что? Это одно и то же, да, это расширено. Хорошо, что здесь указали, привлекает внимание, уместно, я считаю, что уместно. Дальше, бизнес-аналитик, бизнес-аналитик, одни места работы бизнес-аналитиком, экономист, специалист. Хорошо, рассматриваем непосредственно релевантный опыт, что, опять же, может смущать, много мест работы за последние, получается, три года, три с половиной года, здесь четыре месяца, здесь пять месяцев, здесь месяцев, ну, здесь практически уже там два года. В целом, опять же, рекрутеры могут задавать вопросы, почему вот работали так мало, по каким причинам, не будем разбирать сейчас какие-то непосредственно ответы, как на это нужно отвечать, да, разберем непосредственно то, что написано сейчас в профиле. То, что вы пишете, что некая, некая introduction, fast food in retail, web protection from the dosen tax and other threats, это хорошо, это здорово, обязанности написаны, это хорошо, ваше достижение как специалиста, потому что этого не хватает. Стэк, работа с базами данными, UX, UI, QGira, use case и тому подобное, круто, круто. Опять же, укажите достижения. Один из самых важных, распространенных таких ошибок в любом резюме, ну, и в профиле, да, в LinkedIn, это отсутствие достижений. Это очень важно понимать, что нас в первую очередь оценивают по результатам, не по процессам, мы там срали, анализировали, обновляли, работали, а по результатам, чего мы добились как специалисты, чего мы принесли нашей компании, команде, там, не знаю, юниту и прочее, прочее. Это очень-очень важно. А умение оцифровывать свои результаты, это один из основных навыков, собственно, и который лежит в основе самопрезентации, и который лежит в основе, естественно, резюме, LinkedIn профилей, и прочих вещей связаны с развитием карьера в целом. Призываю, здесь это очень нужно четко оцифровывать. Собственно, что круто, все хорошо написано, не хватает достижений. Образование, все с доллара, здорово, бетч, дегри, круто, лицензии, сертификаты, все здорово, опять же, можно приложить ссылочку на сам сертификат, я рекомендую это сделать. Скиллы, 28, это достаточно в целом, ну, минимальный такой набор есть, дальше, собственно, можно добить по максимуму до 50, это несложно, там, LinkedIn вам сам предлагает те скиллы. Курсы, хорошо, языки, круто, рекомендации, укажите рекомендации, да, я не знаю, находится Людмила в поиске работы или нет, мы будем предлагать, что нет, да, поэтому, в целом, все написано хорошо, мне нравится, чуть-чуть доработать в плане достижений будет звучать круто. Если джуны достижений не очень много, если джуны достижений немного, пишите обязанности, пишите текст тег, пишите про вашу мотивацию, поэтому, собственно, это важно. Понятно, что как только вы приходите на работу, достижений еще нет, но по происшествии, не знаю, трех-шести месяцев какие-то первые результаты в любом случае должны быть. Людмила, пожалуйста. Стоит ли перечислять университетские дисциплины в разделе Education? А я бы советовал указать непосредственно на ту специальность, с которой вы обучались, например, юриспруденцию или финансы и тому подобное. Опять же, это не обязательно, можно указать, но опять, если вы работаете на специальности, то у меня указано в целом, у Людмила тоже указано необязательно, можно указать, но необязательно. Попробуем дальше. Маша Кузнецова, коллега с ЕПАМ. Маша, по-моему, ты здесь, по-моему, по крайней мере, ты подключался, я видел. Маша тоже не разработчик, инженер по тестированию, по автоматизации тестирования. Senior Software Test Automation Engineer на Java. Собственно, как я понимаю, 4 года работы, но на самом деле 5. Маша, смело 5, у тебя 5 плюс уже. Что хорошо в плане профиля? Давайте, собственно, разберем. Background talk, но опять же, любой фон, кроме серого, я считаю, достаточным. Фотография хорошая, возможно, более чуть ярко выражена улыбка. Мне кажется, это только усилит непосредственно в профиль. Дальше, по шапке все отлично, Software Test Automation Engineer. Еще смотрите, тут как важно получать, что понятно, что можно указать и нужно указать ту специальность, которую вы занимаете, то есть последнее место работы. Еще посмотрите, как ваша специальность отражается в вакансиях, на которые вы претендуете. То есть очень важно понимать, что иногда те позиции, реально, которые вы занимаете, и те вакансии, на которые ищут рекрутеры людей, они отличаются по названию, по наполнению и тому подобное. Поэтому очень важно понимать, как ищут именно вас. Не как вы себя представлены, или переводите на английский язык вашу должность, даже не должность, а роль, потому что роль важнее, чем должность. А как ищут люди таких же, как вы, с такими же скиллами, с таким же опытом. Поэтому как раз в шапке можно, например, через слэш указывать непосредственно две-три позиции, на которые вы претендуете. Например, у меня указан project manager, product owner, потому что я занимал эти позиции, у меня там 7 лет опыта проектного менеджмента и 3 года, практически 4 года продуктового менеджмента, поэтому я указываю то и то. Дальше, стеки, QA automation, test engineer, level 3, я так понимаю, 4+, я говорю, опять же, можно 5+, software, automating testing. Я бы, наверное, указал, что понятно, что инженер по автоматизации тестирования софта, software, test, automation engineer имеет опыт software, automating testing. Я бы указал непосредственно какие, может быть, сферы проекта, какие-то предметные области. Опять же, как бы, T-Pens это веб-продажение, это мобильные продолжения, это бэкэнд, это фронтэнд, ну, Java это бэкэнд, да. Собственно, поэтому здесь очевидно, но я бы вот этот момент чуть-чуть бы доработал бы. Ну, опять же, можно ставить и так. Хорошо, about, хорошо написано, структурировано, talent, это автоматизация к инжава. Я бы объединял бы все-таки абзацы по одному продолжению, мне кажется, тем более 3 подряд, 5 подряд, это достаточно, собственно, мне кажется, размыто, степень Макалавра, experience, хорошо. Я бы отдельно выделил бы непосредственно те инструменты, прям четко указал бы, там, например, hardy, hard skills, непосредственно те инструменты, с которыми ты работаешь, да, просто выделил бы через слэш, и софты уделил бы как раз непосредственно. Ну, в целом, софты указаны, вот здесь я бы как раз то, что ты и технический интервьюер, что ты еще в менторстве участвуешь, в speaking club организуешь, это круто, это хорошо, я бы, наверное, либо как-то структурировал, возможно, будет, это определил бы и указал бы точно еще раз отдельно hardy и стэк, с которым ты работаешь. Это точно украсит. И можно указать еще, например, твой контактный e-mail. Хорошо. Good, 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 ну, непосредственно здесь. Дальше, непосредственно про опыт. Я так понимаю, весь опыт в e-pam, да, кратко разберем опыт, что хорошо, проект, заказчик, проект, роль, команда, как контрибьюти, что делала, крутой формат, это хорошо, опять же, в формате, ну, опять же, достижения, да, с четырех бизнес дней до двух, это сократило в два раза, да, выпуск релизов за счет автоматизации, да, тестирования. Это круто, опять же, возможно, что-то было еще. Сейчас мы посмотрим. Не хватает в целом, формат крутой, да, именно как раз описание проекта, описание команды, гид, хорошо, хотелось бы чуть больше понять про твою личную эффективность, за счет чего ты росла, да, за счет чего ты росла, именно вот непосредственно в гипами с одной позиции на другую, да, это были там более сложные проекты, это увеличил твои эффективность, за счет чего она росла, да, хотелось бы вот это чуть больше именно увидеть в неких достижениях. Так, формат, опять же, крутой, но чуть-чуть больше мяса не хватает. Я, ну, то есть, мое мнение, так возможно, опять же, в резюме это у тебя есть, ну, так по всему профилю. А дальше до ИПАМа, а, ну, собственно, ты начала со стажировки, да, и поэтому, я так понимаю, ты ведешь с января 19-го, да, 4+, стажировку не включаешь, но, не знаю, я бы включил, потому что в любом случае это тоже опыт. что хорошо, в целом, good, опять же, не хватает мяса цифр именно в плане достижений. Мастерс дегри, бетчерс дегри, хорошо, написано, Oxygen Swimming Pool, активности и сообщества, можно указать, но это совершенно необязательно, поэтому, как бы, здесь это up to you. Скиллы и сертификаты, круто, кроме LinkedIn, есть что-нибудь еще? Java Programming Web Purses, Automate Testing Kurses, да, хорошо, подойдет, волонтерский опыт, круто, EPUM, EPUM, WWF, тоже круто, здорово, это точно усилит. Скиллы, хорошо, то, что ты прошла вот этот LinkedIn Skill Assessment, тоже всем рекомендую, LinkedIn можно пройти курсы, ну, не курсы, сори, извиняюсь, тесты, которые привязываются непосредственно к опленному навыку, например, к Java, да, ну, или там к Java методологии, там, еще что-то, там, для разной специальности, есть свои курсы. Я рекомендую это сделать, это тоже получать некую гаучку, подтверждение, что у вас действительно есть этот навык, непосредственно от LinkedIn, это тоже как бы вас пристанирует дополнительно в поиске. Рекомендации круто, 17 ноября, получи еще две рекомендации от коллег, от коллег, возможно, заказчика, если это применимо уместно, и все в целом круто. Хорошо, написано все здорово, структурировано, круто, вопрос только в достижениях, ну, и добавьте рекомендации. Вот, считаю, это лучше сделать. Окей, поехали. Дальше у нас получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, восьмой, ну, девятый профиль, да, ну, один, него заполнен, поэтому я считаю, что можно как раз сейчас разобрать последний, ответить на вопросы, да, собственно, пойти дальше, пойду работать дальше. Евгений Ка, 10 лет в IT, не обязательно пойти IT field, IT domain и так далее, можно просто IT, 5 лет опыта как IT service manager, 1 год product owner в бизнес техе. Окей, хорошо написано, ну, можно, опять же, как-то чуть-чуть по-другому, но в целом, кому подойдет. Крутой задник, background, service manager, project manager, ну, опять же, да, сервис менеджер, а тут project manager, так вы project или product, я бы определился бы, то, что есть сертификат от Scrum Work, professional Scrum product owner, это круто, это хорошо, ну, и LinkedIn premium еще. Почти 500 connections, круто, open to work, давайте посмотрим, что он ищет, что Евгений ищет, head of IT, product owner, information technology, team leader, team leader, team lead manager, ну, слишком размыто, где, опять же, IT сервис менеджер, где product owner, да, ну, product owner есть, где IT сервис менеджер, team lead, team lead manager, Австралия, Канада, Европейский союз, Кипр, Сербия, окей, хорошо, еще и сервис оказывайте, еще сервис оказывайте, бэкап, IT консалтинг, телеаммуникации, ну, окей, хорошо, это не критично, но я бы выровнял бы. Дальше, фото, на мой взгляд, хорошее, опять же, может быть, чуть-чуть более ярко выраженный, у рыбки не хватает, бэкграунд крутой, фото, ок, но я бы, я бы сделал бы, опять же, другое, можно протестировать. Круто, опять расписан about, как раз вот с эмоди, помогает немного, так это, сфокусироваться на каких-то вещах, можно в 5 years писать цифру, as IT head, принц, IT manager, success, трех рекорд, хорошо написано, 5 офисов, KPI, service desk, stack, круто написано, project manager, опять же, вы project manager, а тут product owner, тоже ищите product owner, здесь project manager нет, а здесь project manager, определитесь, кто вы, да, вот, чтобы не было вот этого, ну, скачка, я делаю то и то, технические скиллы, софты, open to relocate, круто написано, в целом, все круто, определитесь непосредственно с позицией, ну, как здесь, да, IT project manager, IT project manager, product owner, ну, come on, круто, head of IT technology, смотрите, тут тоже такое важно понимать, да, что, я так понимаю, вы ушли из технической поддержки, да, из-за поддержки инфраструктуры, вы были руководителем департамента, а стали project manager, да, ну, то есть, здесь, как бы, я бы, наверное, это, возможно, загладил бы, да, непосредственно, что, ну, вопрос, да, почему вы были руководителем департамента, а стали обычным project, да, понятно, что там душа позвала, хочется чего-то нового, но, я бы, наверное, это чуть-чуть бы, конечно, переделал бы, тут надо подумать точечно больше, как это переделать бы, но, но, смотрите, тут какой важный момент, что я, если такими общими словами сейчас, если вы ищете позицию руководителя отдела там, или там, не знаю, департамента управления технической поддержки, это одно, если вы ищете позицию project manager, не product owner, а project manager, потому что у вас написано там на баннере, и в about есть, важно весь ваш профиль постанировать таким образом, чтобы вас взяли как проекта, учитывая то, что у вас мало ли, мало сейчас опыта, именно работы как проекта, всего 10 месяцев, то есть меньше года даже, и вы джун, то, как бы, ну, тут, тут нужно смотреть, да, вы реально находитесь в поиске работы, либо вы сейчас работаете, да, и мое мнение такое, что, конечно, искать можно, пожалуйста, без проблем, но пока у вас мало, и предполагаю, что вы хотите дальше развиваться, как IT project manager, да, в проектном менеджменте, то я рекомендую все-таки, все-таки, идти, ну, описывать ваш профиль именно IT project, либо сейчас, может быть, не искать работу, а именно сфокусироваться больше на развитии ваших проектовых навыков, да, потому что в целом это важно. Опять же, написано очень много, я так понимаю, вы часть скопировали, ну, сейчас не вчитываясь, не нужно здесь писать сочинение на тему, вот что вы делали и тому подобное, это, опять же, это не эссе, это не сопроводительное письмо, да, опять же, да, есть мнение, что LinkedIn, это не резюме, нужно описать другими словами. Я все-таки считаю следующее, что структура важна, вот это сейчас читать очень тяжело, вряд ли кто-то это будет читать, максимум по диагонали, да, какой-нибудь Jobs to be done, Scrum, я вижу там Finance, Corporate Portal и так далее. Укажите буллетами, что вы делали, какие у вас проекты, какие у вас личные достижения, либо достижения, ну, то есть, какие достижения, которые вы принесли, результаты, которые вы принесли той компании, в которой вы работаете. Это очень важно, это реально как раз вас более четко сопозиционирует. Дальше, IT Team Lead, окей, Infrastructure Team, в целом, да, опять же, карьерный трек понятный, но с проектом. Опять же, определитесь, куда вы хотите идти. IT Startup Engineer, Senior Information System Engineer, но опять же, да, опять же, три пункта, укажите просто, чем вы занимались. Образование. Хорошо. Интерн, State Research Center, математическое моделирование. Окей, хорошо, здорово. Опять же, да, вы получили в ноябре, не так давно, сертификацию Scrum Product Owner, но опять же, видимо, хотите работать Product Owner, да, но при этом сейчас не занимаете эту позицию, опять же, остаетесь именно на уровне Project Manager. Подумайте, да, опять же, кто вы, что вы, куда хотите, это как только вы определитесь, строите профиль именно от той позиции, где вы хотите быть. Да, собственно, как раз это, это очень-очень важно, поможет, прям, решить, много проблем. Professional Scrum Product Owner, Agile, хорошо, хорошо, курсы, good. Публикации, рекомендации, публикации, ок, не могу найти работу джунном Product Owner, ну, да, как бы, Junior Product Owner или Junior Product Manager, тяжко, без опыта. Развивайтесь, пока именно как Project, сейчас дальше прокачивая навыки, например, попробуйте найти работу джунном, джунном или Product Owner, Product Manager в той компании, в которой вы сейчас работаете, потому что из Project перейти в Product гораздо проще, ну, или там наоборот, хотя я обычно видел, что как раз и Project и Product шли. Рекомендации, good, хорошо, есть одна, свежая, получите еще две, от коллег, там, от руководителя, это точно, опять же, как я уже сказал, усилит ваш профиль, в целом, профиль написан хорошо, главное, поймите, кто вы и кем вы хотите быть, да, и из этого строите профиль, описывайте именно таким образом. А в целом, наверное, тогда все, если есть у вас вопросы, разобрали 9 профилей, ссылки я все укажу в, в, непосредственно в посте, поэтому, круто, час 15, час 17, много чего разобрали, если было полезно, да, можете написать, можете поставить там, лайк, верхний, большой палец вверх, в Telegram канале, я запись все выложу в YouTube, обязательно, и напишу об этом и в LinkedIn, и в своем Telegram канале, поэтому в целом, можете смело задавать вопросы, можно в Telegram написать, можно в LinkedIn написать, я стараюсь всем отвечать, опять же, в течение дня, по мере, собственно, возможности, поэтому, спасибо всем, еще раз, кто пришел, спасибо, было полезно, спасибо вам, тогда до новых встреч, немного не успел, я жду очень запись, запись будет, Анна, все увидите, тогда всем хорошего вечера, дня, или утра, или ночи, да, поэтому спасибо, до новой встречи, пока-пока.